Здесь, на территории санатория Знания, каждая организованная площадка напоминала кадры из любимого всеми фильма знаменитого режиссера Леонида Гайдая. Вот руководитель здравницы подъехал на ретро-автомобили. А вот импровизированная булочная, где прямо в сетке уже упакован набор популярных в те годы продуктов и непременно газеты, откуда черпались последние новости из жизни страны и города. А тем временем гости, а это все те, кто организовывает и помогает отдыхающим добраться до Черноморского побережья и комфортно здесь провести время, начиная с турагентства, заканчивая фирмами, которые поставляют санатории посуды и постельное белье, сегодня были приглашены на вечеринку, чтобы в неформальной обстановке подвести итоги своей работы. Мы выйдем по этому году на 115 процентов. То есть для того, чтобы разметить всех желающих, мы арендовали соседние отели и предлагали нашим гостям, которые уже не помещаются в санаторий, останавливаться поблизости, а к нам приходить за процедурами, в бассейн, в наш замечательный парк, в нашу новую библиотеку. И, конечно же, ради тех культурных мероприятий, которыми так славится жить в санатории «Знания». О санатории «Знания» в этот вечер в рамках популярной киноленты писал свой кинороман о жизнездравнице 21 века. И дело даже не в цифрах, сколько приедет гостей курорт, а в том, насколько качественно здесь организован санаторный отдых туристов. Сочетание цены и качества, плюс хороший сервис и лечебная база. Об этом говорили собравшиеся, для которых были подготовлены приятные напитки и закуски. Здесь, в городе Сочи, в самой крупной курортной столице и действительно столице России, всегда тепло, комфортно и уютно, независимо от погоды. Хочется поздравить всех присутствующих с санаторным курортным комплексом «Знания», пожелать дальнейшего развития, процветания, а городу Сочи всегда высокого сезона. Все партнеры санатория «Знания» были награждены памятными подарками и благодарностями. Кстати, в таком формате вечерне-делового ужина «Знания» отмечает День туризма уже четвертый год подряд. Современно, красиво и необыкновенно ярко. Елена Всецина, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». Как говорит наш дорогой шеф, в нашем теле главный этот самый реализм.